Минувшие выходные были богаты на спортивные мероприятия. Одно из них – Краевой фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов. Славянск-на-Кубани радушно встретил спортсменов из 29 районов края. Краевой фестиваль «Готов к труду и обороне» был проведен на базе Центра спортивной подготовки «Олимпиец». Организатором такого масштабного праздника спорта стало Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. На торжественном открытии соревнований участников поприветствовал начальник отдела информационно-аналитического обеспечения, цифровизации и организационной работы краевого министерства Валерий Краснихин. Позвольте от имени министра физической культуры и спорта Сергея Викторовича Кинченко поприветствовать вас и сказать, наверное, в первую очередь, что вы уже победитель, потому что вы занимаетесь физкультурой, спортом, и это здорово. Вы пропагандируете муниципалитет об этом, историю. Вы сейчас лучшие среди равных, да, с каждого муниципалитета. Сегодня вам предстоит узнать победителя. И мы вам желаем честной, бескомпромиссной, без травм, борьбы, ну и положительных эмоций, и хорошего общения между собой, потому что в первую очередь спорт заряжает не только на какие-то достижения, но и на общение, и на здоровье, на жизнь. Поздравляю с открытием. Удачи! Площадка для проведения краевого фестиваля ГТО не случайно был выбран наш район. В ежегодном смотре конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса наш муниципалитет занимает лидирующие позиции. Очень приятно вас всех принимать на нашей славянской спортивной земле. Мы очень старались, очень готовились. У нас большая честь. Хочу поблагодарить министерству, что доверили нашей организации провести это соревнование. Тем более, это проводится первый раз. Нам очень приятно. Ну и, как сказал Валерий Валерьевич, победа уже состоялась. Я знаю, что вы прибыли сюда, чтобы показать свой результат. Я знаю, что вы занимаетесь, что вы любите это делать. И пусть вам сегодня повезут. Пусть победит сильнейшим. Судья, вам честного судейства. Ну и, конечно, я буду болеть за славянской эго, потому что это представитель славянского района. Давайте поаплодируем и сидеть. Сегодня на Кубани осуществляют работу 65 центров тестирования ГТО. А на сайте зарегистрировано более 1 миллиона 137 тысяч жителей региона. Кубань занимает первое место в России по данному показателю. И радует, что трудовые коллективы предприятий также активно участвуют в спортивной жизни края. Побороться за победу в наш город приехали спортсмены из 29 муниципалитетов. Всего более 200 человек. Участникам нужно было выполнить испытания на скорость. В их числе прыжок с места, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, челночный бег, поднимание туловища из положения лежа на спине, приседания с гирей, установка палатки. В ходе соревнований все участники от 25 до 59 лет показали отличный уровень подготовки и настоящую волю к победе. В упорной борьбе первое место завоевала команда из Новороссийска. Коллектив нашего предприятия «Славянск Эко» стал только восьмым, что тоже очень неплохой результат, учитывая большое количество команд и высокий уровень конкуренции. Продолжение следует...